Москву накрыла сильная метель. Столица уже стоит в многокилометровых пробках. Экстремальные погодные условия, сильный ветер и снег, плохая видимость сохранятся до позднего вечера, обещают синоптики. Сейчас в городе работает наш корреспондент Олег Глухих. Он вновь на прямой связи со студией. Олег, еще раз здравствуйте. Ну что, город совсем замело. Домой лучше возвращаться на метро. Здравствуйте, Юрий. Вы абсолютно правы. Лучше воспользоваться общественным транспортом. И в идеальном случае пусть это будет метро или электричка. Похоже, погода приготовила москвичам еще один, но весьма неприятный сюрприз, который станет серьезным испытанием не только водителям и пассажирам, но и доставит немало неприятностей также пешеходам. С самого утра не прекращается метель. Порыв ветер достигает 15 метров в секунду. Валит сильный снег. И по прогнозам синоптиков такая погода не изменится как минимум до 10 часов вечера. Это значит, что многих автомобилистов ожидает путь домой не час и не два, а гораздо больше. Особенно это касается тех, кто живет в ближайшем и не очень ближайшем Подмосковье. Не меньше водителей, конечно, сегодня страдают и пешеходы. С утра им приходилось преодолевать многочисленные разливы воды и на проезжей части, и на тротуарах. А сейчас уже на дороге и тротуарах снежная каша в перемешку с этой водой. Есть случаи, что к вечеру синоптики обещают похолодание до минус 5 градусов. Все эти разливы могут превратиться в снежную катушку. И, конечно же, ничего хорошего для пешеходов и москвичей, и гостей столицы это не сулит. И коммунальные службы, конечно же, не успевают справляться с таким количеством снега. Вот что думают о работе коммунальщиков и дорожной ситуации сами водители и пешеходы. Давайте послушаем. Ну, я вот пораньше с работы выехала, чтобы успеть до дома доехать без пробок. Я чувствую, если бы я еще 30 минут на работе посидела, я бы уже, наверное, 2 часа бы ехала. Дорожная обстановка тяжелая, снега много, движение везде затруднено, везде еще один ряд забит снегом. Как оцените сегодня вот дорожную обстановку? Прекрасно. Погода нравится вам? Очаровательная совершенно. Надо лучше, но нельзя уже. Как тротуары очищают? Великолепно. Вы сами видите. Пройти нигде нельзя. Интернет-портал Яндекс.Пробки сейчас оценивает загруженность дорог в 8 баллов из 10 возможных. Практически не двигается третье транспортное кольцо. В красной зоне северо-запад и юго-запад Московской кольцевой автодороги почти стоят все радиальные магистрали в сторону области. На многих участках скорость движения не превышает 5, может быть максимум 10 километров в час. Это еще не самый час пик. Я думаю, что впереди у водителей серьезное испытание по пути домой. Им необходимо запастись терпением. Юрий. Да, Олег, спасибо. Действительно, водителям, наверное, нужно порекомендовать все-таки воспользоваться общественным транспортом. Я напомню, на прямой связи с занесенных снегом улиц Москвы был наш корреспондент Олег Глухих. Московский аэропорт пока работает по фактической погоде. Длительных задержек рейсов нет. Несмотря на сложные погодные условия, аэропорт Шереметьево обеспечивает взлет и посадку воздушных судов. На аэродроме в усиленном режиме работает спецтехника. Полосы обрабатываются реагентом, очищаются от осадков. В этой связи возможны небольшие задержки по вылету. Тем не менее, осадки по прогнозам продолжатся до 10 часов вечера. Поэтому мы рекомендуем пассажирам пользоваться услугами Аэроэкспресса. Московский аэропорт Домодедово работает полностью в штатном режиме. С утра снегопад был слабый, сейчас он идет интенсивный. Но никаких проблем для аэропорта и для службы аэропорта это не представляет. Взлетом посадочных полосы в Домодедово две. Пока одна проходит очистку от снега, с другой выполняются как взлеты, так и посадки. Единственное, что стоит сказать, с утра действительно были некоторые задержки отдельных рейсов, минимального количества рейсов, связанные с тем, что в региональных аэропортах России были сложные погодные условия. А не все российские аэропорты являются всепогодними.